МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прелесть. Необычно. Подкрепив мозг глюкозой, куряне принялись усваивать информацию об эпохах, сословиях, традициях, о том, чем жил наш город в разное время. Боец Елена Костина прямо с фронта пишет письмо родным. Впервые в рамках акции «Ночь в музее» заработал военный отдел краеведческого. Около 500 таких военных треугольников мы напечатали. Внутри треугольника находится послание для наших посетителей. Это стихотворение о Великой Отечественной войне. А здесь можно окунуться в атмосферу старого Курска, посидеть на лавочке в городском саду или зайти в фотоателье. Информационно помогают не профессиональные музейщики, а студенты-историки. Если же все-таки придется быть музейным работником, в общем-то, это, конечно же, грандиозный опыт для нас. Не обошли организаторы и приезд в Курск венциносной особой. Было это в 1902 году. Акция «Ночь в музее» дарит уникальную возможность притаиться, затаиться в толпе и понаблюдать, как впервые в Курск приезжает сам император Николай II. Работали в эту ночь и дополнительные площадки. Это и музейное хранилище, и даже магическая лаборатория. В этом году появилась такая возможность, чтобы наши посетители могли почувствовать себя в атмосфере 19 века. Либо крестьянкой, либо дворянкой, либо дворянином. Потому что приготовлено несколько костюмов, которые можно надевать на себя. И поэтому из музея можно уйти с такой замечательной фотографией. В этом году «Ночь в музее» провели более 800 курян. А также Юлия Матвеева и Андрей Зарубин. Съемочная группа телеканала «СЕИМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова